Добрый день, коллеги! Я надеюсь, что мы теперь в правильной секции находимся. Давайте тогда начнем, потому что время идет. Первый доклад в вопрос о применении теории массовообслуживания и мобильной работы железнодорожных станций. Александр Казаков, я вижу вы здесь. Кто будет делать доклад? Докладчик Александр Леонидович Казаков. Очень приятно. Пожалуйста, тогда подключайте ваш слайд. Сейчас подключим. Так, уважаемые коллеги, видно ли, слышно ли? Да, я вижу. Отлично. Итак, уважаемые коллеги, начнем наше выступление. Позвольте представить вашему вниманию доклад. Доклад. Тему уж озвучивать я не стану. Тем более, что она была зачитана председателем. Доклад подготовлен в соавторстве с моими коллегами Максимом Леонидовичем Жарковым и Анной Анонимной-Лемберт. Все мы представляем Институт динамики систем и теории управления имени Матросова, Сибирского отделения РАН, город Иркутск. Ну, начну, что называется, сначала. И вот самые простые такие базовые средни, очень коротко, о системах массового обслуживания. Для тех, кто, быть может, не каждый день занимается соответствующими разделами математики. Это математическая теория, которая описывает объекты и системы, В которых обслуживаются однотипные заявки, поступающие в случайные моменты времени. Время обслуживания также, как правило, является случайным. Ну, самый простой вариант – это однофазная марковская система массового обслуживания, Которая, в общем, и в университетах изучается. Сам я с большим удовольствием считаю соответствующий курс для магистрантов. И, в общем-то, эта модель, она достаточно простая, довольно эффективная и получила большое распространение. Значит, вот у нас имеется входящий поток заявок, который распределен по закону, По основным количествам заявок в единицу времени, ну, либо промежутке времени по показательному закону. Такого рода поток называется простейший. Значит, далее заявки поступают в обслуживающие каналы. В самом простом случае они являются однотипными, и время обслуживания тоже простейшее. Ну, и обслуженные заявки образуют исходящий поток. Есть различные варианты, может быть предусмотрена очередь, Может быть, эта очередь организована по-разному, Может быть, по-разному указан приоритет в обслуживании заявок. Ну, в общем, все это разного рода марковские системы массового обслуживания, Которые, тем не менее, обладают одним общим очень приятным свойством. Их исследования можно производить аналитически. Ну, в частности, записать систему уравнений Калмогорова, Ну, и рассчитать стационарные вероятности. Они же предельны. Вот, ну, для формального описания систем массового обслуживания используется обычно классификация Кэндала. Вот она у меня в правом нижнем углу представлена. Значит, ну, в общем, все тут достаточно просто, легко. И эти модели получили, как уже было сказано, достаточно большое распространение. Но, к сожалению, далеко не всегда они оказываются эффективными. Но, в частности, достаточно редко, все-таки, в реальных задачах можно говорить о том, что обслуживание заявки производится в один этап. Как правило, все-таки, это процесс в несколько этапов. И, соответственно, математическая модель усложняется и приобретает вид многофазной системы массового обслуживания. Ну, фактически это означает, что каналы расположены не только параллельно друг к другу, но и последовательно. Ну, и сразу это очень сильно усложняет объект исследования, но, правда, и добавляет, в общем, расширяет круг задач, для работы с которыми такого рода математический аппарат может быть задействован. Ну, в частности, многофазные системы массового обслуживания очень эффективно используются для моделирования информационных систем различного вида. Ну, это такое, достаточно модное и достаточно бурно развивающееся направление научное. Однако, вот у многофазных систем массового обслуживания тоже есть определенные недостатки. И связаны они в первую очередь с тем, что такого рода системы описывают движение заявок только в одном направлении. То есть, иначе говоря, линейное. Ну, как видите, никаких ответвлений, я уже не говорю про циклы, быть не может. Ну, и вот как решение этого противоречия этой проблемы появляется уже, так сказать, на ванн-сцену выступают сети массового обслуживания. Это совокупность конечного числа систем массового обслуживания, иначе говоря, узлов, каждый из которых, по сути дела, является, в общем, ну, однофазной СМО. Значит, ну, и вот здесь уже появляется возможность организации кольцевых маршрутов, ветвлений и так далее. Причем, закон маршрут движения заявки определяется некоторой матрицей, которая называется маршрутная. Ну, вот здесь на слайде пример такого рода сети, очень простенький, изображен. Вот, ну, а теперь, собственно, о приложениях. Ну, помимо информационно-телекоммуникационных систем, компьютерных сетей и тому подобного, что является основным все-таки приложением теории массового обслуживания, ну, вот можно использовать и в других областях человеческой деятельности, включая транспорт. Ну, вот это, на самом деле, в общем, не сказать, что совсем новое направление. Мы, вот, проводя библиографическую работу, нашли упоминание о возможности использования систем массового обслуживания для моделирования транспортных объектов и систем еще у классиков транспортной науки. Но, тем не менее, вот в то время это направление особого развития не получило. Ну, по-видимому, в связи с тем, что аналитическое исследование очень сложно, а достаточно эффективных компьютеров в то время еще не было. Ну, вот это наше предположение. Ну, и вот, наконец, несколько лет назад наш творческий коллектив взялся за эту проблему. Ну, и часть результатов, которые за это время получены, сейчас я представлю. Значит, мы вот в рамках данного сообщения будем обсуждать два вида железнодорожных станций. Это грузовые железнодорожные станции и сортировочные. Но, само по себе, это вот с точки зрения железнодорожной науки, ну, в некотором роде нонсенс. Поскольку это объекты все-таки разные, и, как правило, используются различные модели, и, в общем, ну, все делается по-разному. И даже более того, обычно этим занимаются несколько разные, так сказать, коллективы. То есть, редко кто занимается и тем, и другим одновременно. Ну, вот, тем не менее, в общем, удалось нам выявить некоторые общие черты, которые присущи этим транспортным объектам, и использовать для исследования их работы, вот, предложенный аппарат теории массового обслуживания. Ну, вот, как это, собственно говоря, делается, мы сейчас и немножечко пообсуждаем. Так, ну, вот, сортировочная железнодорожная станция, как она работает, если очень коротко и в самых таких, самыми грубыми мазками, что называется. Вот поступает на станцию состав железнодорожный. Он вначале поступает в парк прибытия. Здесь происходит, в первую очередь, отцепка от поезда магистрального локомотива, ну, или, как в просторечии у железнодорожников говорится, тягача. Далее состав поступает на сортировочную горку, где он расформировается на группы вагонов по направлениям и типам. И эти группы поступают в сортировочный парк, где ожидают, значит, накопления дополносоставного поезда. Далее они маневровыми локомотивами переводятся в парк отправления, где составляется поезд той, который передается уже дальше, значит, ну, вот, куда-то там. Это уже не наша забота, это уже там за пределами станции. Вот, ну, нечто похожее мы имеем на грузовой станции. Значит, вот, парк прибытия, сортировочная горка, то же самое, сортировочный парк и грузовой двор, где производится погрузочно-разгрузочная работа. Ну, и, в общем, ну, и вот, собственно, вот такая некая общность в структуре работы натолкнула нас на мысль, что можно использовать один и тот же модельный подход. О, значит, ну, теперь как, собственно, моделировать? Ну, вообще говоря, две задачи. Основных это смоделировать, во-первых, поступление вагона потока и поезда потока, ну, а потом обработку его. Значит, здесь есть одна тонкость. То есть, ну, в общем, напрашивается моделирование такое вот достаточно грубое, когда каждый поезд воспринимается как некая заявка на обслуживание. Но дело в том, что в поездах случаются вагоны разных типов, ну, если это особенно станция общего пользования, специализированная, это во-первых. Ну, а во-вторых, длина поезда тоже бывает разная. Ну, и, соответственно, лучше и эффективнее, и точнее рассматривать его как некоторый сложный объект. И рассматривать как заявку на обслуживание не весь поезд, а каждый вагон в отдельности. Ну, вот, собственно, это мы и предлагаем сделать. И тогда достаточно сложный вопрос, который удалось, как нам кажется, эффективно решить, это выбор модели вагонопотока. Вот, значит, есть такая модель BIMAP, Batch Markovian Aerial Process, то есть, иначе говоря, групповой марковский процесс. Вот, значит, ну, в общем-то, группа заявок – это поезд. Ну, причем для простоты будем считать, что мы, значит, будем считывать только длину поезда, а все-таки различия по типам не станет. Значит, ну, вот, здесь несколько слов сказано о том, что из себя представляет BIMAP поток и как он описывается. Значит, ну, это вот марковская цепь некая. Значит, при этом интенсивности переходов, в отличие от традиционных моделей, они все-таки задаются некоторыми матрицами. Вот, значит, ну, и теперь, как вот этот вот модельный подход переносится на железнодорожные станции? Значит, ну, мы объявляем узлами сети массового обслуживания элементы, парк прибытия, сортировочная горка, сортировочный парк, грузовой двор, парк отправления, причем их может быть несколько на одной станции. Вот, значит, ну, и они, естественно, связаны между собой, обладают определенными свойствами, в первую очередь, перерабатывающей пропускной способностью. Так, ну вот, значит, это общая такая вот схематическая модель станции. Значит, вот как это у нас все выглядит. Обратные связи, это блокировки каналов на следующей фазе, когда предыдущая заполнена. Так, ну вот, значит, теперь некоторые входящие предположения, значит, количество узлов, это уже было отмечено. Значит, на каждом узле имеются некоторое количество обслуживающих устройств, то есть каналов, и некое количество мест в очереди. Причем, ну, может очередь и не быть предусмотрено. Значит, маршрутная матрица считается известной. Ну, мы ее, собственно, строим, исходя из реального объекта. Заявки обслуживаются в соответствии с FIFO, то есть First Input, First Output. Первый пришел, первый ушел. Значит, предполагается возможным групповое обслуживание, ну, и, значит, некоторые другие детали, на которых я более подробно останавливаться не буду. Интересуют нас стандартные характеристики для теории массового обслуживания. Это вероятность обслуживания, вероятность отказа, среднее количество заявок в очереди, среднее время пребывания в системе, ну, и некоторые другие. Так, ну вот, к сожалению, аналитическими методами нам получить какие-либо значимые результаты не удалось. Ну, то есть, в некоторых частных случаях кое-что сделано, но эти результаты годятся только для тестов, ну, поскольку реальные задачи, как это, в общем, практически всегда случается, аналитическими методами исследовать не удается. Вот здесь блок-схема, значит, программы, которая, значит, ну, вот алгоритм основан на использовании методов Монте-Карло, то есть, иначе говоря, статистического моделирования. Так, ну и вот несколько слов о конкретном объекте, буквально несколько, потому что время выходит. Вот это крупнейшая в мире сортировочная железнодорожная станция Бейлиярд, расположенная в Соединенных Штатах Америки. Значит, вот видно, что здесь несколько парков. Итак, видно ли, уважаемые? Отлично. Значит, очень коротко о железнодорожной станции Бейлиярд. Выбрано исключительно, значит, потому что это, ну, некоторый вызов. То есть, если мы сумеем рассмотреть этот, по-видимому, наиболее сложный объект из рассматриваемого класса, то это означает, что действительно наш модельный подход, он работает, он эффективен. Значит, вот 8 парков, 2 сортировочные горки, всего, значит, 11 подсистем. Поезда пребывают в количестве 103 за сутки. Средняя длина 117, максимальная 130. Вот, значит, вот здесь параметры БИМАП потока. Значит, соответственно, БИМАП поток состоит из 131 подпотока, 131 матрица, определяющая свойства. Значит, ну, предполагается, что размер вагонов распределен по бинамиальному потоку от 130 до 130, это средняя, а, максимальная, да, ну и 0,95, это вероятность успеха. Вот, значит, здесь характеристики узлов числовые, ну, не знаю, стоит ли на них останавливаться подробно. Все эти, вся эта верификация модели, параметрическая, была проведена на основе открытых данных. Надо сказать, что железнодорожная отрасль в Соединенных Штатах весьма открыта, и данные есть в интернете, ну, в отличие от наших железнодорожных перевозок, в которых, в общем, секретность значительно больше. Вот, ну и, собственно, благодаря этому нам удалось числовые параметры получить и использовать их для построения модели. Значит, ну, вот здесь характеристики обслуживания, значит, ну, используется усеченный нормальный закон. То есть, вот мы просто раньше нормальный закон использовали, но покритиковали, что вроде как в соответствии с нормальным законом возможно отрицательное значение, пусть даже это за пределами, значит, вот этого интервала, а минус 5 сигба, все равно. Поэтому вот мы все-таки его, что называется, немножко модифицировали. Так, ну и вот здесь кое-какие расчетные данные. Значит, вот при актуальных характеристиках 4,3 группы заявок в час, то есть, иначе говоря, 12 тысяч вагонов в сутки, все нормально. Хотя уже вот видно, что есть некие звоночки, но, например, среднее время нахождения заявки в системе очень велико, более трех суток, значит, и появляется возможность блокировки канала, то есть, кое-где приходится ждать. Значит, но, тем не менее, система в среднем справляется, и некоторый запас прочности имеет. А вот если мы доведем интенсивность входящего потока до 4,95 групп заявок в сутки, или до 13,9 тысяч вагонов, то тогда уже появляется вероятность некоторая отказа. Значит, вот видно, что хоть и маленькая, но две тысячи, тем не менее, значит, есть. И это, разумеется, для сортировочной станции неприемлемо. То есть, ну, куда эти вагоны денутся, условно говоря, если их станция принять не может. Ну, то есть, вот видно, что есть некоторая предельная возможность. Причем, значит, видно, где находятся такие вот ограничивающие элементы. Это, в первую очередь, узел номер 1, и во вторую – узел номер 6. Значит, вот такие вот… Да, ну, в общем, узел номер 8. А вот узел номер 3, или узел номер 5, или номер… Так. Ага. Они вот вполне себе эффективно работают, даже при увеличивающейся нагрузке. То есть, на самом деле, система работает не вполне равномерно. Так. Ну, вот, значит, что получается-то? Ну, вот некоторые результаты. Значит, в настоящий момент справляется. Есть небольшой резерв, но не очень маленький. Ну, и до 15 тысяч, если возрастет нагрузка, то станция уже, что называется, посыплится. И работать, по-видимому, перестанет, как все системы, в которых поток заявок более интенсивен, чем перерабатывающая способность. Вот. Ну, здесь представлены некоторые выводы. Вот. Ну, то есть, в общем, нельзя, конечно, сказать, что предложенный подход является, значит, ну, годится для того, чтобы на основании этих исследований проводить какую-то модернизацию станции. Здесь, разумеется, нужно, прежде чем отрезать, 10 раз отмерить. Но, тем не менее, в качестве некоторой грубой прикидки все это вполне годится. Причем вот эта модель, чем хороша, она очень быстро адаптируется к реальному объекту. Ну, и, соответственно, некоторые приблизительные и первичные расчеты можно достаточно быстро и легко произвести. Ну, что не скажешь про традиционные, вот, оптимизационные, как правило, модели. То есть, там, прежде чем эта модель построится, ну, в общем, должен работать большой коллектив авторов и в течение довольно длительного времени. Ну, здесь, разумеется, вот такого недостатка модель лишена. Хотя, еще раз повторю, значит, ну, минус в том, что все-таки сточность, ну, пока недостаточно. На этом, уважаемые коллеги, у меня все. Здесь представлены некоторые источники библиографические, которые были использованы. Ну, и готов, уважаемые коллеги, ответить на вопрос. Спасибо, Александр. У нас есть пару минут на обсуждение, вопросы. Пожалуйста, коллеги. Александр, можно задать вопрос. Вы используете эмоционное моделирование, понятно, на основе каких-то реальных данных. Бывает так, что даже система с одним BMAB-потоком сталкивается со сложностью оценки параметров. А оценка, правильная оценка параметров влияет на правильную оценку корреляции потока. А корреляция, в свою очередь, оказывает огромное влияние на задержку, на среднее число заявок в системе и так далее. Вот насколько, во-первых, какими методами вы пользуетесь, чтобы оценивать параметры BMAB-потоков? И вот насколько вы контролируете, что вы правильную корреляцию вычисляете? Так, ну мы, значит, ну давайте по порядку. Во-первых, мы все-таки, значит, ну единственный, на мой взгляд, такой эффективный здесь может быть способ проверки, это сравнение с какими-то тестами, ну для которых что-то такое более или менее внятно известно. Вот, значит, ну и, собственно, вот те небольшие аналитические результаты, которые нам удалось получить самим, либо найти в литературе, они вот здесь активно применяются. Значит, это, значит, так, первая часть ответа. Что касается корреляции потоков, то, честно скажу, мы в этом аспекте задачу не рассматривали, но у нас вообще один BMAB-поток. Один BMAB-поток. Просто корреляция, вы знаете, да, вот таких марковских падящих потоков играет огромное значение на характеристики производительности. Огромное значение. Вот одна корреляция. Даже при равных средних, при разных корреляциях у вас будут отличаться параметры очень сильно. Поэтому вот из реальных статистических данных, конечно, было бы интересно сравнить корреляцию с тем, с той корреляцией, которую вы используете в вашей модели. Тогда это самое, чтобы понять, действительно ли там на грани функционирует система или все-таки там запас прочности выше или ниже, наоборот. Ну, спасибо за рекомендацию. Так, Александр, вас не слышно. Ага, так, не слышно. Большое спасибо за рекомендацию. Мы обязательно ее используем в дальнейшей работе. Хорошо, спасибо большое. Переходим к следующему докладчику. Анастасия Горбунова, Алексей Лебедев. Кто будет докладывать? Да, вот я, Лебедев. Меня слышно? Да, вас слышно. А вы можете камеру включить, чтобы мы посмотрели? Сейчас, одну минуточку. Сейчас. Да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас я переключусь на презентацию. Так, экран виден, нет? Нет. Ничего не видно? Нет, презентация видна. А, вот теперь видно. Я вижу, Назар. Отлично. Ефросинин, Степанова, Штрик. Да, только... Сейчас я в полный режим, оно включится. Да, все. Хорошо, дорогие коллеги. Позвольте мне представить доклад, который на русский язык можно перевести следующим образом. Алгоритмический анализ систем, многоканальных систем массового обслуживания с конечным числом источников. Сделана данная работа совместно с моими коллегами Натальей Степановой из Института проблем управления и Януш Трик из Университета Дебритсен, Венгрия. Данный доклад состоит из следующих четырех частей. Мы сформулируем данную проблему с помощью управляемых марковских процессов. Немного поговорим о вычислении характеристик производительности. И я представлю модель, которая может быть использована как заменитель исходной модели, которая, мы увидим, довольно сложна для анализа. И для того, чтобы упростить исследование такой системы, вот предлагается упрощенная модель. И в конце мы проводим сравнительный анализ. Значит, изначально модель выглядит следующим образом. Ну, это классическая такая схема систем с конечным числом заявок. Имеется источник, состоящий из N заявок. Каждая из них, независимо друг от друга, поступает в систему массового обслуживания, состоящая из К неоднородных приборов и одной общей очереди. Значит, существенно в данной системе существенным является то, что у нас, значит, неоднородные приборы и функционируют, обслуживают эти приборы заявки без приоритетного прерывания обслуживания. То есть, если даже при свободном быстром приборе медленный занят, заявка не может перепрыгнуть с медленного прибора на быстрый. Таким образом, процесс, соответствующий стахастический процесс, или марковский в данном случае, он будет иметь многомерную структуру, потому что нам необходимо знать всякий раз, в каждый момент времени, состояние того или иного прибора. Значит, интенсивность обслуживания приборов, обозначенная через МЮ-1 и так далее, МЮ-К, упорядоченные приборы в соответствии с этим порядком. Первый прибор самый быстрый и дальше по убыванию. Идея такая для классических систем известна с бесконечным числом поступающих заявок, что оптимальная стратегия управления, если у нас обслуживание происходит без приоритетного прерывания, является порогового типа. То есть, когда более медленные приборы используются всякий раз, когда число заявок в очереди засягает некого критического уровня. И первый самый быстрый прибор используется всегда. Мы хотим узнать, как повлияет вот такая замкнутость этой системы на сохранение этой структуры пороговой, проверить это и дальше постараться каким-то образом эту систему анализировать также с помощью других типов систем. Как я уже сказал, система описывается многомерным марковским процессом. Размерность К плюс 1. Здесь я обозначил через Х, где первая компонента описывает число заявок, ожидающих очереди в момент времени Т. И далее компоненты этого векторного процесса описывают состояние прибора Ж. и соответственно 0 прибор свободен, единица занят. И вводится марковский управляющий процесс, ассоциированный с данным марковским процессом, для которого, конечно, необходимы 5 компонентов. Это пространство состояний. Естественно, в данном случае у нас неоднородные приборы. Каждая заявка может любой прибор занять, а может быть отправлена в очередь. Поэтому пространство состояния довольно огромное. И мы определяем моменты времени принятия решений. Это моменты поступления заявок в систему или обслуживания на приборах, если очередь не занята. В качестве пространства состояний вводится множество 0, 1 и так далека, где 0 обозначает, что заявка отправляется в очередь, 1, 2 и так далека, обозначает, что мы отправляем заявку на соответствующий прибор. Значит, критерием качества функционерной системы у нас будет среднее число заявок в системе, единицу времени. Соответственно, нам нужно фиксировать число заявок в каждом состоянии. Это есть непосредственные штрафы для каждого состояния, обозначим через L от X. Как мы видим по определению, это есть не что, но это число заявок в данном состоянии. И отличие от обычных систем марковских процессов и управляемых процессов, то, что у нас интенсивности переходов зависят от управляющего воздействия в каждом конкретном состоянии. Поэтому у нас эти интенсивности будут зависеть от того, куда та или иная заявка направляется в момент принятия решения. Значит, вот первая строка показывает, что происходит с поступающей заявкой. Естественно, здесь интенсивность будет зависеть от числа заявок в источнике на данный момент. И мы можем эту заявку разместить как на приборе, в каком-то свободном приборе, так и в очередь отправить, для того, чтобы эта заявка ожидала освобождения более быстрого прибора. Далее, следующая строка отвечает за обслуживание прибора, если у нас очередь свободна. То есть мы здесь ничего не должны делать, только освобождаем прибор и все. Следующая строка отвечает за обслуживание на приборе, если у нас есть ожидающие заявки в очереди. В данном случае при окончании обслуживания берется заявка из очереди и снова распределяется по приборам либо возвращается обратно. Здесь я использовал операторы для компактности представления изменения состояния при переходах S, которые задаются следующим образом, когда мы смещаем тот или иной компонент на единицу векторного состояния. В общем и целом задача состоит в том, чтобы найти оптимальное управление, такое что, которое бы минимизировало средние потери в единицу времени. Это классический такой функционал потерь. В данном случае мы будем минимизировать среднее число заявок в системе. Соответственно, у нас конечное пространство состояния, то есть нет проблем с условием эргодичности, поэтому у нас среднее по времени совпадает среднее по выборке. То есть тут со сходимостью проблем нет. И необходимо минимизировать этот функционал. Конечно, можно было бы для разных стратегий управления вычислять стационарные вероятности состояния и выбирать из них минимальное. Но так как количество возможных вариаций управления огромное, поэтому в данном случае используется итерационный алгоритм по политикам. При использовании этого алгоритма нет необходимости перебирать все возможные политики, а можно какую-то политику фиксировать и ее улучшать. То есть это улучшение в пределах 10 шагов итерацией достигается прямая стратегия. По сравнению с обычными очередями, как я уже сказал, оптимальная политика управления порогового типа. Здесь мы также предполагаем пороговость оптимального управления. К сожалению, в отличие от классических систем, где можно доказать монотонные свойства, оптимальное управление здесь так по прямой не получается в связи с тем, что у нас интенсивность поступления зависит от состояния. там есть некие сложности. Далее я представил этот алгоритм, о котором я коротко уже рассказал. То есть фиксируется какая-то начальная стратегия, решается система линейных уравнений относительно некой функции V от X, которая в теории управляемых марковских процессах называется функция оценки модели. И, значит, из этой системы находится функция V от X. И далее следующий шаг улучшения политики управления с помощью нехитрой аттенционной задачи вычисляется следующая политика и сравнивается с предыдущей. Если две политики сходятся, значит, мы нашли оптимальную политику управления. Если нет, то повторяем для новой политики опять решаем систему линейных уравнений, находим новую политику и так далее. То есть обычно этот алгоритм, самое сложное, это решить большую систему линейных уравнений. А вот в плане сходимости политики управления обычно в пределах 10 шагов сходятся даже для самых сложных систем. Один из численных примеров я здесь показал для представления, как вообще выглядит пороговая политика. Если мы возьмем 5 приборов неоднородных, 60, допустим, заявок в источнике и интенсивность поступления каждой заявки 0,3. И, значит, для интенсивности обслуживания мы фиксируем такие значения. Таблица управляющих воздействий представлена здесь. Как мы видим, независимо от состояния медленных приборов политика управления выглядит следующим образом. То есть, действительно, для нас только важны, какие приборы самые быстрые заняты и какая длина очереди. То есть, для каждого более медленного прибора существует пороговый уровень, зависящий от длины очереди. То есть, природа политики управления даже для замкнутых таких систем с конечным числом заявок, она аналогична системам классическим. Значит, при фиксации пороговых управлений состояние простанства состояний могут быть упорядочены таким образом, что мы получаем классический процесс квази-процесс рождения и гибели с трехдиагональной блочной структурой, зависящей, ну, с большим числом, естественно, пограничных состояний, которые зависят от пороговых уровней. Эту, значит, матрицу блочную можно алгоритмически вычислить, то есть, каждый этот блок для произвольного числа заявок в системе и, соответственно, наша цель является вычисление определенных характеристик производительности, вероятность того, что катер-прибор занят, среднее число занятых приборов, среднее число заявок в очереди или в системе и так далее. То есть, я там много разных характеристик считал. Общее то, что все это сводится к тому, что решается система уравнений, которая в матричном виде выглядит следующим образом, то есть, для разных характеристик производительности в принципе схема одна и та же. То есть, считается система уравнений, где в эту систему входят блочные трехдиагональные матрицы и с помощью значит, нехитрых манипуляций можно рекуррентно посчитать соответствующие характеристики для произвольного числа заявок в системе и в случае, если там у нас есть фиксированная пороговая стратегия управления. Ну, естественно, такая схема системы имеет ряд ограничений, тоже опять-таки размерность и появилась идея попробовать как-то схлопнуть пространство состояний и попробовать более простыми системами описать оригинальную систему, чтобы характеристики производительности были более-менее близки. Мы рассматриваем, рассмотрели систему с приоритетным прерыванием, но также позволяющую соблюдать пороговый режим, когда у нас более быстрые приборы подключаются, более медленные приборы подключаются по мере роста очереди. Естественно, здесь можно спокойно вычислить классическую мультипликативную форму для вероятности состояний и вычислить характеристики производительности. И далее мы сравниваем четыре модели, оригинальная модель с приоритетным, без приоритетного прерывания, такая же модель, где все у нас пороговые уровни равны единице, это так называемая модель включения только быстрого прибора всякий раз, когда он свободен, и две модели с приоритетным прерыванием, которые подразумевают использование прибора всякий раз, быстрого прибора, когда он свободен, и использование медленного прибора в соответствии с такой эвалистической пороговой стратегией. И следующие два слайда показывают наши результаты, сравнительный анализ. Здесь мы видим на этом графике, что среднее число заявок в системе, в оригинальной системе и в системе с приоритетным прерыванием и пороговым управлением сходится. И на следующем слайде соответствующую картину мы наблюдаем для среднего числа занятых приборов. Здесь теперь он сходится с задачей, с моделью с приоритетным прерыванием два, то есть когда мы еще дополнительный эвристический порог используем. Таким образом вот эта новая модель, где мы скопываем пространство состояний, она может быть использована, так как мы теперь знаем среднее число заявок в системе и среднее число общего среднего числа заявок в системе и среднее число занятых приборов, то есть можно отсюда вычислить среднее число заявок в очереди. То есть практически все самые важные характеристики могут быть аппроксимированы вот из этой новой системы с приоритетным прерыванием. Что, по моему мнению, является хорошим подспорьем, потому что подобного рода сложные системы в основном анализируются с помощью эмоционального моделирования и неуправляемой системы. Для управляемых довольно сложно использовать эмоциональное моделирование только при введении с так называемым смарт-алгоритмами и так далее. Спасибо за внимание у меня все. Спасибо за очень интересный доклад. Если у докладчиков, если у слушателей вопросы. Ну вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот очень интересная модель. Я приблизительно занимаюсь похожей тематикой. Сегодня буду делать доклад. Вот вопросы устойчивости вы исследовали по тем или иным параметрам данной модели. Вы имеете ввиду устойчивость на что? На то, что разные две модели оригинальной аппоксимации совпадают или устойчивость в каком плане? Да, 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 именно в этом смысле. Ну, конечно, мы гоняли параметры, изменяли число заявок и число приборов и интенсивности и в принципе совпадение довольно-таки хорошее. Есть ряд областей параметров, где там немножко отличие растет, но в общем и целом оптимистично можно рассматривать. Оптимистично. Ясно. Так, еще у кого-нибудь вопросы есть? Так, ну вот вопросов нет, похоже. Тогда как поступим? С моим докладом-то что-то получилось с PDF открыть-то? Да, да, все хорошо, я готов. Да, Тим, ну, давайте, давайте тогда, значит. Да, тогда переходим к докладу. Вы какой будете делать доклад? Горбунова-Лебедев. Горбунова-Лебедев, второй, который проводился в пятнадцатом. Окей. Да, спасибо. Так, значит, мы изучали время отклика в системах ForkJoin с распределенными папаретто временами обслуживания как модель облачно-вычислительной системы с использованием нейронных сетей. Ну, использование нейронных сетей здесь относятся вот к словам оценка времени отклика, да, а не к самой системе. Дальше, пожалуйста. Да, значит, эта работа продолжает работы Горбуновой с Вишневским и Горбуновой с Вишневским и Ларионовым. Значит, мы рассматриваем некий облачный центр, но это как бы такая модель, что есть много каких-то физических машин, вот, но значит, пользователь с этим дело не имеет, он имеет дело с какими-то виртуальными машинами, с вычислительной средой, туда поступают некие сложные заявки, и они разделяются на какие-то более простые мелкие компоненты, которые могут обслуживаться параллельно, ну, и это дает значит, некое ускорение к выполнению этих заданий. Значит, в качестве модели мы рассматриваем модель ForkJoin, значит, дальше будет подробнее, дальше, пожалуйста. Значит, мы предполагаем, что в момент прихода заявки в систему заявка разделяется на K подзаявок, и каждая заявка поступает в свою очередь к своему прибору, ну, мы можем сказать, что это подзаявки K-типов, значит, каждому к своему прибору, и там стоит в очереди параллельные K-очередей, независимо от других, и она там обслуживается. Значит, после того, как обслуживание подзаявки заканчивается, она поступает так называемый буфер синхронизации и ждет там всех остальных подзаявок от этой заявки. То есть, пока все подзаявки от данной заявки не соберутся, не будет считаться, что эта заявка обслужена полностью. Ну, а вот если они все обслуживаются в своих параллельных и червяк обслужились и собрались, то считается, что заявка обслужена полностью. Дальше, пожалуйста. Значит, это вот, собственно, графическая схема этого, значит, forkjoin, forkjoin, это, значит, по-русски обычно говоря, система с разделением заявок, но на самом деле это не совсем хорошо, потому что есть несколько типов систем с разделением под заявок, а вот по-английски они более конкретно, вот forkjoin, это то, что я объяснил. Значит, вот здесь нарисованы, как эти подзаявки, они сначала, значит, заявка разделяется на капот заявок, каждая идет в свою очередь, значит, в своей какой-то виртуальной машине обрабатывается, потом поступает в буфер, когда все подзаявки соберутся от данной заявки, вот считается, что она обслужена. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну и в конечном счете, значит, нас интересует, время пребывания под заявки, то есть от момента ее поступления до момента ее ухода. Ну и оказывается, что время пребывания под заявки, или это же самое мы называем временем отклика, время пребывания заявки, это максимум из времен пребываний под заявок, которые к ней относятся. да, то есть, значит, вот какая последняя из них, то есть, у кого больше всего времени заняло на обслуживание, значит, на стоянии в очереди обслуживания, это она является определяющей для времени отклика или времени пребывания заявки. Дальше, пожалуйста. Мы рассматриваем Плассоновский входной поток. Значит, вот эта модель, когда с Плассоновским входом потоком и показательным временем обслуживания, она рассматривалась очень уже давно и получен точный результат в случае К равно Дун, то есть, когда заявка разделяется на две подзаявки в статье Нельсон Тантави аж 88-го года. Ну и как бы точно результаты на этом и закончились тогда, потому что значит, при К больше двух уже рассматриваются различные приближения. Вот. Это приближение даже для показательного случая, тем более для случаев общих времен обслуживания, которые у нас дальше будут. Ну и в общем можно в соответствующих работах найти обширную литературу на этот счет. Вот. Использовались там различные методы, порядковых статистик и так далее. Значит, ну мы не будем останавливаться на аналитических методах, поскольку к общим временам обслуживания они, к сожалению, все равно неприменимы. А к показателям что-то из этого получалось, это в предыдущих статьях. Дальше, пожалуйста. Значит, ну прежде всего мы нашли как бы две такие простые оценки. оценки среднего времени отклика. Это априорные оценки, то есть оценки, которые не учитывают результаты моделирования, они основаны просто на моментах. Оценки основаны на моментах времени пребывания под заявки, потому что моменты времени пребывания под заявки они считаются. То есть каждая вет вот этой системы это система MG1 и для нее в общем все ясно. То есть там можно найти моменты, можно найти преобразование Лапласа из Тилтьеса, только как бы не всегда понятно что с ним дальше делать и так далее. Вот. А вот то, что это все сводится потом вот этих времен пребывания берется максимум и к тому же это максимум еще и зависимых случайных величин. Вот это, конечно, создает проблему. Значит, вот одна оценка мы рассматриваем есть, основанная на моментах и вроде бы значит, по заявлению вот авторов она там дает хорошие результаты. Вот. И и вторая оценка это оценка сверху. Она, собственно, всегда работает. Ну, на самом деле она восходит еще к работам 50-х годов, когда для известного среднего дисперсия была найдена верхняя оценка математического ожидания максимума. В данном случае, поскольку у нас времена обслуживания под заявок положительно зависимы, то оно не больше, чем среднее время обслуживания независимых, значит, случаев независимых случайных величин. Так, дальше, пожалуйста. Так, ну и как бы если нам нужны моменты времен, времени пребывания под заявок, то они связаны известными формулами с временами просто соответствующие моменты времен обслуживания. Ну, вот первая формула, значит, это известная формула, что у нас среднее время пребывания в МЖ-1 выражается через первое-второе моменты времен обслуживания. Ну, и там, естественно, лямбду и ро тоже. Вот, ну и дальше ниже идет менее известный формул, что и второй момент можно выразить, ну, уже тогда, соответственно, через три первых момента времени обслуживания в системе МЖ-1, но это получается дифференцированием преобразования Лапласа и Стилтьеса, ну и в общем случае, значит, любой момент времени пребывания в МЖ-1 можно выразить через, ну, плюс один момент еще, времени обслуживания. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну, и, значит, еще можно заметить, что, конечно, что моменты основаны на, оценки основаны на моментах, они учитывают только моменты, не учитывают более подробную информацию о распределениях, то есть для каких-то конкретных распределений с одинаковыми моментами они могут работать лучше, а для каких-то хуже, как бы, заранее это неизвестно. Но мы конкретно рассматриваем случай распределения Парета. Ну, Парета, как бы, это распределение с тяжелыми хвостами, ну, это, как бы, достаточно какая-то популярная тема, да, рассматривать распределение с тяжелыми хвостами в качестве времен обслуживания или каких-то еще вещей, тут есть, как бы, может быть, от этого своя специфика, ну, и заведомо мы Парета не можем представить ни в виде, там, смеси показательных или в виде, там, какого-то многофазного распределения, да, то есть, это заведомо не марковский случай, да, то есть, марковскому его все равно никак не свести. Значит, мы рассматриваем вот таким образом параметризованно распределение Парета с показателем больше трех, но чтобы у него была заведомо и средняя дисперсия и был третий момент, потому что третий момент понадобится для второго момента времени пребывания. Ну, и вот тут эти моменты три, значит, соответственно, выписаны. Дальше, пожалуйста. Ну, исходя из этого, вот мы посчитали, значит, так, значит, мы посчитали соответствующие моменты времени пребывания, вот, и дальше будем их использовать. Дальше, пожалуйста. Теперь, значит, по поводу того, что же у нас с нейронными сетями, значит, и как они применяются в анализе, значит, системы и сетей массового обслуживания, значит, они, это некая комбинация моделирования и вот этих самых нейронных сетей, значит, в двух словах о чем идет речь. Речь идет вот о чем, у нас есть те самые системы массового обслуживания или сети, которые, показатели которых нельзя найти в явном виде, но можно найти моделирование. Ну, хорошо, но дело в том, что моделированием их исследовать для любых значений параметров это очень долго, то есть программы там, ну, если мы хотим достаточно хорошо точно смоделировать, дату, надо делать миллионы наблюдений, в общем, это занимает довольно много времени, поэтому возникает такая мысль для какого-то набора параметра какой-то сетки посчитать, значит, вот провести моделирование и найти оценки этих параметров, а потом для каких-то других значений, чтобы, значит, значит, натренировать эту самую нейронную сеть, чтобы она на основании этих данных для известных параметров выдавала бы значения для неизвестных, ну, для таких значений параметров, для которых моделирование не проводилось, ну, в общем, она чтобы решала некие задачи интерполяции и экстраполяции известных данных, которые нам моделированы. Дальше, пожалуйста. Ну, вот это данные, которые, эти наборы параметров для моделирования и для обучения сети, значит, альфа менялась, это параметр распределения пары, это, значит, от 4 до 10, ро менялась, это у нас загрузка, да, у нас загрузка от 0,1 до 0,9 и к, то есть, вот число под заявок, на которое делится заявка, менялась от 2, до 20, вот, и, значит, производилось моделирование, оценивались, значит, средние времена пребывания и среднеквадратичные отклонения времен пребывания, значит, делалось это все в питоне и делалось, моделируясь по 10 миллионов времен отклика для каждой, значит, комбинации значений параметров, а таких вот комбинаций, как тут написано, значит 1197 вот такая такая большая работа была проведена дальше пожалуйста значит структура нейронной сети нас было по 10 нейронов в трехслойном нейроне вот значит логистической активационной функции и для каждой значит оценил характеристики фактически была своя сеть то есть отдельно оценивала среднее и отдельно среднеквадратическое отклонение дальше пожалуйста ну вот здесь схематически нарисованы тот самый это самый нейронная сеть вот она на входе имела значит значение альфа ройка и на выходе значит имела срез оценки среднего времени отклика и среднеквадратического отклонения дальше пожалуйста ну вот как как и положено в этой в теории нейронных сетей значит данные были разделены в отношении 80 процентов 20 процентов значит это производилась значит тренировка сети и потом еще на 20 процентов проверялась значит насколько хорошо она работает но вот использовались несколько оценок значит среднеквадратическая ошибка средне абсолютная ошибка и средне абсолютно относительно ошибка но вот как тут написано дальше пожалуйста ну и в общем получалось все очень хорошо то и все эти ошибки очень маленькие на этом самом множестве дальше пожалуйста но мы на этом мы не остановились решили проверить результаты еще на других значениях а именно промежуточных по сравнению с предыдущими то есть вот альфа отдачи четыре с половиной потом пять с половиной шесть с половиной так далее до девять с половиной ро у нас значит 0 15 потом 0 25 так далее до 0 85 но я к они уже как бы целые поскольку они те же самые то есть мы еще намоделировали вот девятьсот пятнадцать случаев и их проверили тоже вот с помощью уже настроенной этой самой нейронной сети дальше пожалуйста ну и вот здесь в общем видно что ошибки для нейронной сети этого то что тут написано а и нн до артификал нейрон этого вот а все оценки по формулам которые у нас были тем или иным они в общем дают плохие результаты но это очевидно дальше пожалуйста это вот сравнение результатов моделирования с результатами значит предсказания нейронной сетью и видно что в общем ну в идеале она должна точности ложится напрямую фактически она где-то достаточно хорошо в окрестности прямой только в области больших значений немножко убегает дальше пожалуйста а вот это совершенно страшные графики попыткой значит оценивать повод ранее выписанным формулам но видно что где-то в начале она еще где-то лежит рядом с прямой дальше она от него сильно убегает дальше пожалуйста да ну вот еще тоже значит аналогично тоже убегает дальше пожалуйста вот да это вот оценка то есть оценка времени пребывания по времени пребывания одной под заявки но то есть заведомо она не должна давать хорошего результата видно что она дает результат хороший взяты только вот каких-то крайних случаях дальше пожалуйста вот а это вот хорошее соответствие значит того что смоделирован до среднеквадратического отклонения и для того что выдает нейронная сесть но тоже достаточно хорошее соответствие дальше пожалуйста вот это опять плохое соответствие для среднеквадратического отклонения которое по формуле идет дальше пожалуйста ну в общем вот тут вот подводя итоги что вот это относительная ошибка приближение нейронной сетью не превышала пять процентов но для девяносто девяти и двадцать трех процентов всего числа наблюдений и в общем всего было 7 наблюдений когда максимальная ошибка ну вот достигала до 757 мечтетов для среднего для среднего времени отклика а для среднего квадратического отклонения ночь превышала 5 процентов в девятнадцати семьи семи процентов случаев но однако максимальная значит составляла только 71 ну как бы хорошо это или плохо вот для показательного случая классические оценки они как они вот где-то порядка пяти процентов то есть мы решили что как бы это хорошая исходя из того что считалось хорошим для показательного случая вот но понятно что в принципе можно было эту сеть еще более лучшим тренировать или выбрать более лучшую архитектуру или функции активации или еще что-то такое очень в эти проценты можно было улучшить еще дальше да то есть принципе если вот есть такая проблема что моделирование занимает много времени то можно достаточно эффективно значит проводить какие-то интерполяции экстраполяции по наблюда и исходя из наблюдаемых данных для каких-то значений параметров которые не наблюдались и получать довольно приличные результаты дальше пожалуйста но здесь выписаны только те статьи которые упоминали в тексте а в принципе конечно у нас список литературы до очень большой вот но вот здесь приведены какие-то основные вещи вот предыдущие статьи значит грабуновой и некоторые классические так ну в общем вот эти некоторые статьи которые упоминались но тут по моему нельсона тантари нет нет не то не тот год но неважно в общем это известная вещь ладно дальше пожалуйста так но все вообще спасибо за внимание если есть вопросы пожалуйста давайте да алексей спасибо большое очень интересный доклад вот у меня такой вопрос обычно в статистических задачах применяют нейронные сети когда у вас есть область определенных параметров значению на нее сетку накладываете причем она с разным шагом естественно для обучения сети если шаг больше то там ошибка больше если шаг этой сетки меньше то ошибка меньше вот там где у вас плохие результаты это экстраполяция то есть это вне области обучения сети нет 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 плохие результаты это результаты полученные по аналитический формула то есть данном случае мы показываем что результаты данной нейронной сетью они гораздо лучше все я понял то есть вот это не нейронная сеть это по формула плохие результаты спасибо да можно ли задать еще один вопрос да скажите пожалуйста а вот когда поступают под заявки на обслуживание то эти все обслуживающие параллельные устройства они как они могут быть они все одновременно свободной или 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 как-то там может быть разный порядок в каждом в каждом своя очередь то есть как бы по дисциплина обслуживания 1 поступил 1 обслужился то есть фактически это к к параллельно работающих системы mg1 у которых как бы одинаковый входной поток то есть моменты поступления заявок соответствует момента поступления под заявок на все на все эти системы а в каждой из них значит своя очередь то есть где-то может быть длиннее очередь где-то короче вот и поэтому времена пребывания под заявок образовавшихся от одной заявки они во всех очередях разные вот и поскольку нам надо дождаться что каждая под заявка в своей очереди обслужиться то вот как бы все все ждут самую последнюю из так сказать из этой компании да значит кто последний пришел из-за этого возникает вот максимум времен пребывания понятно то есть время ухода заявки это вот максимум из этих получается для того чтобы мы считаем что заявка полностью обслужена когда обслужены все ее под заявки вот представьте себе что например вот вы допустим пришли компании допустим не знаю там ну пять человек до 5 пятеро друзей пришли допустим супермаркет каждый потом встал свою очередь ну допустим там 5к значит каждый встал свою очередь вот иду и на выходе они ждут когда все соберутся да то есть каждый прошел с очереди все все дачи ждут и друг своих друзей пока они все там снаружи соберутся то есть время их время их пребывания в этом супермаркете она как раз и будет значит максимум из времен пребывания каждого значит сколько он там стоял дачит в очереди и сколько значит потом обслуживался понятно спасибо а вот максимальное время пребывания наверное оценки основываются на теории экстремальных значений да на каких-то оценках до есть оценки основанные на теории экстремальных значений до проблема вот чем значит классической теории экстремальных значений она относится к случаю когда у нас берутся максимумы независимых случайных величин а здесь эти все величины зависимые но почему они зависимы и потому что вот входной пасоновский поток у них общий и вот это создает зависимость это кстати тоже интересная тема вот изучить значит скажем коэффициенты корреляции тоже вроде никто этим особо не задавался то есть все вот эти вот времена обслуживания времена пребывания нет времена обслуживание зависим времена пребывания они оказываются зависимы но они положительно зависимы поэтому значит это дает оценку сверху только вот независимыми величинами да значит среднее для независимых величин она больше чем среднее для положительно зависим то есть вот это вот была оценка сверху а в точности что получается это непонятно потому что нужно исследовать еще зависимость а зависимость томаться об сама по себе довольно загадочно но мы это будем делать следующих работах будем пытаться получать более точные оценки а так особо в общем как мы посмотрели по литературе никто не заморачивался то есть вот это либо посчитаю что они независимы либо считаю что вот оценка сверху для независимости второго причем эта оценка сверху для независимости она работает именно для средних а для дисперсии ну и соответственно средне квадратического отклонения она не работает то есть средне квадратическое отклонение может быть и в большую сторону меньшую сторону за счет вот этой зависимости вот спасибо спасибо за ответы сергей анатольевич василий который да 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 возьмите пожалуйста правды правления на себя потому что мне нужно будет от атаке так ну тогда может вы меня объявите и ну хорошо следующий доклад сделает сергей васильев аналисе of light scale system with the small параметра сергей будете на английском или на русском на русском хорошо пожалуйста так я перехватываю кран секунду так появилась ли моя презентация да все видно все видно добрый день уважаемые коллеги я постараюсь быть кратким как говорил герой чехова потому что регламент мы немножко нарушили я планирую рассказать небольшой как бы эскиз исследования которые мы уже докладывали в прошлом году связаны с моделями которые вот развиваются и развивали вот группа виденской до бушина в свое время ну и соответственно вот мы решили модифицировать те модели которые использовали но которые построили собственно говоря эти авторы ну на современный скажем так современные проблематики теории массового обслуживания и плюс еще к этому мы решили применить ну не просто как бы численный анализ там в какой-нибудь стандартном пакете типа там которых очень много а из построить свою как бы численную как бы схему для анализа вот в тех уравнений которые возникают в рамках моделей которые которые мы вот докладывали на прошлой конференции на прошлом на прошлом 10 не прошлом году вот ну и соответственно вот посмотреть какие результативные ну какие результаты можно получить с помощью подобного рода численных схем для вот систем массового обслуживания большого 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 размера значит вот здесь вот представлены работы виденская до брушин вначале в конце 90-х они этим занимались вот и соответственно основные работы связанные с численными методами да это вот равномерная сеть равномерные сетки шишкина вот мы первоначально конечно равномерные равномерные сетки вот рассматривали конечно такие известные ученые как самарский тихонов было доказано что на любой сетки решить уравнение с малым параметром не получается там возникают проблемы и соответственно не предложили модификации неравномерных сеток который вот мы будем использовать ну модель которая мы вот решили обкатать это в начале как бы предполагалось что у нас конечное количество приборов ну мало и наверное да и соответственно имеется входящий пауассоновский поток и но с определенной интенсивностью при этом соблюдается вот требование что произведение количество приборов на лямда есть величина постоянная в процессе увеличения н и имеется значит время пребывания время обслуживания как единицы нами вот и вводится некая функция которая здесь вот обозначена как у от к это доля приборов которые условно говоря имеют очередь не больше чем к но точнее нет извиняюсь не очередь которая который на обслуживание имеют заявок не больше чем к а так принципе схема такая что в систему в систему поступает за заявка и она обращается к двум прибором произвольным случайным образом и отправляется на обслуживание в туда где очередь короче вот это такая вот схема такая дисциплина обслуживания значит мы опять в модели веденская предполагается что у нас количество приборов стремится к бесконечности вот при этом как бы лямда величина у нас меньше единицы и соответственно мы можем получить ну точнее это вот получили авторы систему дифференциальных дифференциально дифференциально разностных выравнений которые описывают состояние данной системы вот состояние поведение эволюцию функции у от к да то есть количество заявок в приборе на данной до долю 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 приборов которых количество заявок не больше чем к система выглядит следующим образом здесь уже систему мы немножко модифицировали мы предполагаем что присутствую в системе присутствует некий малый параметр но природа его связано конечно с попытками моделировать разнотемповые разные темпы до в разных в разных в разных участках на разных на разных участках как бы нашей системы и ну вот в теории малого параметра обычно этот малый параметр отвечает за скорость да то есть вот там вводится понятие растянутой переменной по времени и таким образом получается что если мы умножаем какой-то ну скажем так элемент в дифференциальном уравнении но в системе дифференциального уравнения на малый параметр то получается что мы вносим возмущение причем возмущение сингулярное возмущение потому что при за нулении малого параметра нас это уравнение из дифференциального превращается в алгебраическая ну и соответственно получается что как бы вот если мы формулируем задачу каши задаем параметры вот функции в точке время в момент времени то 0 то получается как бы у нас часть условий выпадает этой задачи каши и как бы в связи с этим предполагается что сингулярное возмущение но она будет вот видно да когда мы будем проводить численный анализ то есть вы в этом на этом участке да вот мама малый участок времени в начале будет решение будет меня иметь резкий резкий скачок резкое изменение поведения вот короче говоря мы модифицировали ту систему которую рассматривали построили виденский наброшено путем введения в эту систему малого параметра начиная с уравнения для поиска вот функции у n плюс 1 то есть у нас как бы не возмущенная часть для n и соответственно для цепочки для ура уравнение для уэнного а уже остальные содержит малый параметр причем предполагается что эта система дифференциальных уравнений бесконечного порядка вот на прошлом докладе мы рассказывали как решить подобного рода систему используя метод добрушина да то есть метод среднего поля вот на этот в этом докладе мы опять же возвращаемся к методологии так называемого усечения хотя в общем то мы там когда строили сама модель мы считали что она конечная дата потом мы предположили что у нас бесконечное число приборов а потом мы применяем применили метод усечения но не количество приборов на то есть приборов предполагаем очень много мы но смысле изначально модели бесконечно много вот мы применяем метод усечения именно к системе дифференциальных уравнений но формально конечно получается что возвращаемся снова к конечному количеству приборов которые обслуживают нашу систему и вот для решения этой системы для честного решения вот этой усеченной системы она конечного она конечная вот здесь мы видим что у нас опять же n уравнений без малого параметра и от n плюс 1 до n большое с малым параметром то есть это вот система такого типа называется тихонов скими системами которые были описаны и исследованы первоначально тихоновым в сороковые годы для решения этой системы мы взяли вот схему численную схему шишкина на таких вот сетках которые содержат ну скажем так м шагов до которые являются малыми мелкий шаг говорят в народе вот и этот шаг будет применяться для решения уравнений на тех участках где наблюдается резкий скачок решений но понятное дело что всего сингулярного возмущения у нас резкое изменение решения резкий скачок в начале то есть возле нуля ну а на остальных на остальном участке нашего исследования конечно же будет браться большой шаг значит параметры шага большого и маленького здесь вот представлены вот то есть мы берем вот небольшой так называем погранслой размером с дельту в начале координат начальный момент времени оцениваем его вот с помощью вот такого вот выражения при этом тут конечно присутствует свободный параметр c значит но мы его наших следований будем считать равными единички причисленным анализ вот он примас равными единиц значит и мы взяли вот такие параметры моделирования значит очень большую систему решили сразу взять при этом количество невозмущенных уравнений вот 499 и соответственно всего система содержала 1000 уравнений ну в качестве примера взяли вот параметры лям домен входящие и параметры вот для задачи каши начальных состояний мы взяли вот такие что у нас как бы для первой функции у нулевой да вот который здесь присутствует вот она стандартно модели равна единице поэтому как по это вот связи с тем что у нас когда нет не загрузки у нас как бы имеется один прибор который готов принять ну смеси доля доля будет равна единице дальше мы с каждым следующим вот значением нашей загрузки да вот параметр который здесь присутствует для моделирования взяли все более 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 меньшее значение ну вот в интервале от 0 9 до 0 1 ну там с равномерным шагом распределили значение вот параметра начальному значению задачи каши ну вот собственно говоря получились такие численные результаты здесь представлены видно что имеется вот значит это вот у нас сверху наблюдается такая не возмущенный ну как бы не возмущенная часть да вот теперь сверху а вот в нижней части графика видно поведение решений возмущенной части но принципе система целиком возмущенный но как бы получается что решение ведут себя в начале начале момента времени достаточно резко да вот меняется решение и значит здесь вот мы брали значение малого параметра 1 единичка 1 10 1 сотая да вот видно такое вот динамика потом еще более мелкие мелкие значения для малого параметра и видно что в принципе схема работает более или менее нормально да она выдерживает такие малые параметры и двигаемся дальше здесь уже совершенно четко вот наблюдается такой погранслой в начале да для вот решение которое от 500 до 1000 до вот есть ну конечно мы взяли такие вот иллюстративные примеры конечно можно было такую вывести все функции но пожалуй там визуализация бы очень сильно пострадала наиболее репрезентативные решение вот здесь вот представлены и еще более мелкий малый параметр видим что опять же численное численный метод работает да то есть он позволяет решать и видеть как себя ведут решение для очень и очень и очень маленьких значений малого параметра вот таким образом мы вот откатали и численную схему с вот шишкина на этой системе и она показала довольно хорошие очень 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 приемлемые результаты я считаю вот ну пожалуй я на этом остановлюсь готов ответить на ваши вопросы можно вопрос назад да 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 скажите пожалуйста в вашей системе в исходной могут быть свободные приборы и в то же время где-то накапливается очередь ну смотрите сама дисциплина обслуживания такая что конечно же это теоретически возможно потому что у нас поступает заявка вот здесь вот дисциплина и заявка она ну как бы она не или каких-то дома прибора она не перебирает да да то есть вот в той модели которая предложила виденской да то есть случайным образом выбираются два прибора но понятное дело что они могут оказаться отнюдь не самыми выгодными с точки зрения длин да и получается что конечно же да может быть ситуация что вот учить на прибор которого есть очередь и там выбрали более короткую из двух и встала в ту очередь поведение достаточно глупые у этой заявки я бы например выбрал свободный но смотрите я просто вам скажу следующее что сейчас мы переходим к другой более ну продвинутой модели там заявка будет опрашивать n приборов и ну не 2 до большее количество приборов и соответственно переходить туда где заявка где где количество заявок меньше короткая в частности прибор свободный да 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 спасибо да так еще похоже вопросов нет тогда я объявляю на следующего заказа заявит докладчика значит асимптотический анализ неоднородных систем массового обслуживания мджай бесконечность функции функционирующие в марковской случайной среде в условиях эквивалентного роста времени обслуживания на приборах я очень рад что доклад очень близок моей тематике вот светлана петровна от вас есть да да добрый день в гене павлович будет докладывать так тогда перехватывайте забирайте у меня экран видно да да все так добрый день уважаемые участники конференции меня зовут полин евгений павлович я ассистент кафедры теории вероятности и математические статистики томского государственного университета областью моих исследований являются системы массового обслуживания функционирующие в случайной среде например системы с изменяющимися параметрами функционирования в данной моей работе рассматривается неоднородная система массового обслуживания с неограниченным числом приборов функционирующие в случайной среде входящий поток задается матрицами q и лямбда где лямбда это матрица интенсивности значение которых зависит от состояния управляющий потоком цепи маркова к отт а сам процесс к отт задан матрицей инфинтезимальных характеристик q дисциплина обслуживания в данном случае определяется следующим образом если заявка поступает с интенсивностью лямбда n то она обслуживается случайное время распределенное по закону bn от x не меняющиеся при изменении состояния среды ставится задача исследования многомерного случайного процесса числа занятых приборов разного типа в системе для решения поставленной задачи воспользуемся методом динамического просеянные потока метод просеянного потока позволяет заменить исследование сложных процессов изменения во времени числа занятых обслуживающих приборов и исследованием более простых процессов изменения числа событий наступивших в просеянных потоках до некоторого момента времени то есть фактически выполняется равенство числа приборов занятых в системе в произвольный момент времени ты и числа событий просеянного потока наступивших до того же момента времени ты рассматривается многомерный марковский случайный процесс и система дифференциальных уравнений калмогорова для распределения вероятности значения этого процесса имеет вид один где с и т.т. это вероятность того что заявка этого типа пришедший в момент времени ты к некоторому выделенному моменту времени еще не закончится его обслуживание далее для решения для исследования процесса введем частичные характеристические функции вида 2 и для этих функций получим систему уравнений 3 в матричной форме система 3 принимает вид 4 и эта система является основной для дальнейших исследований решение системы 4 будем находить с помощью метода асимптотического анализа в асимптотическом условии эквивалентно растущего времени обслуживания предлагаемый метод асимптотического анализа заключается в построении последовательности асимптотик возрастающего порядка в котором асимптотика первого порядка определяет асимптотическое среднее значение числа занятых приборов а асимптотика второго порядка позволяет построить гауссовскую аппроксимацию распределения вероятности числа занятых приборов в системе асимптотическая характеристической функции первого порядка числа занятых приборов разного типа в системе имеет вид представлены на слайде 6 для более детального исследования был проведен асимптотический анализ второго порядка для этого мы решение системы 4 записываем в виде произведения представленного на слайде подставив которые в 4 получим матричное уравнение для h2 далее выполняя необходимые преобразование мы получаем что асимптотическая характеристическая функция второго порядка числа занятых приборов разного типа в системе имеет вид гауссовской характеристической функции представлены на слайде 8 если в случае если изменяющаяся внешняя среда принимает только два различных состояния характеристическая функция второго порядка числа занятых приборов в системе имеет вид h2 представлены на слайде 9 и где вектор математических ожиданий и матрицы кавариации также имеют следующий вид для оценки области применимости асимптотических результатов был проведен численный анализ для двумерного распределения случае различных распределений времени обслуживания этот численный анализ был проведен путем сравнения распределения распределений с эмпирическим распределением найденным с помощью имитационного моделирования в качестве меры отличия распределения вероятности использовалась расстояние калмогорова между функциями распределения выражение для растения калмогорова также представлено на данном слайде с ростом времени обслуживания то есть было установлено что с ростом времени обслуживания асимптотические значения дают более точный результат но при имитационном моделировании в данном случае выборка была ну скажем так небольшая потому что больше выборка требует уже больших временных затрат так скажем ну то есть это задача еще для дальнейших исследований также таким образом данной работе была исследована математическая модель систем массового обслуживания функционирующие условия изменяющейся внешней среды с помощью метода асимптотического анализа было доказано что распределение вероятности числа занятых приборов разного типа в системе является многомерным гауссовским а также на основе сравнения результатов имитационного моделирования с асимптотическими результатами была определена область применимости гауссовской аппроксимации на этом у меня все спасибо за внимание спасибо за интересный доклад если вопросы к докладчику у меня есть небольшой вопрос спасибо сразу видно томскую школу влияние внешней среды не совсем непонятно можете еще раз влияние внешней среды то есть управляющая цепь маркова кат и ее значение меняются это случайный процесс да 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 вот он задан матрице инфинцизмальной характеристику соответственно его значение меняются и мы как бы предполагаем что вместе с ними меняется состояние случай внешней случайной среды и уже в зависимости от состояния случайной среды меняется интенсивность лямбда особенность том что вот время обычно когда меняется среда то и обслуживание тоже вот прибор меняется а здесь фиксируется вот обслуживание фиксирует а может такой общий вопрос вот это симпатический подход это общая тенденция что он лучше работает при легком трафике и при тяжелом ошибки возрастают вероятно да в принципе общее для всех для разных знаете дмитрий есть предположение что вот я когда-то свои деньги ситуации делала что треть асимптотика там можно сравнить по коэффициенту вариации вот она для таких лучше работать будет но для такой системы асимптотика 2 порядка получалось так скажем но не просто ну я вот тоже добавлю там для тоже вот строим мы всякие асимптотические применяем всякие асимптотические методы и честно скажу что при тяжелом трафике вот качество приближения значительно ухудшается то есть это вашу насколько он тяжелым должен быть это трафик то есть насколько вот от этого но как сбалансировано состояние метрику мы вводить пока еще не до метрики дело не дошло но вот просто имеется тенденция да то есть такая понятно спасибо так еще вопросы вопросов похоже нет давайте тогда перейдем к следующему докладу значит метод марковского суммирования для исследования потока повторных обращений к двухвозной системе м и пи бесконечность с мгновенной обратной связи так перехватывайте экран пока еще не получилось видно да все нормально ну я еще раз всех приветствую присутствующих на данном заседании меня зовут мария шклейник я также являюсь ассистенткой кафедры теории вероятностей томского государственного университета представляю вашему вниманию свое исследование которое называется метод марковского суммирования для исследования потока повторных обращений в двухфазной системе с входящим мап потоком заявок и произвольным временем обслуживания ну уже несколько раз да на сегодняшнем даже заседании было озвучено что система массового обслуживания они являются хорошей математической моделью для исследования процессов производственных экономических социальных системах а также для исследования характеристик коммуникационных сетей зачастую на практике имеется потребность циркуляции заявки в системе то есть ее возвращение в систему для повторного обслуживания нередко да ну как бы для более корректного учета повторного обслуживания как правило время на повторное обслуживание у нас требуется отличное от времени первичного обслуживания и для учета этого факта мы будем представлять такие модели как в виде двухфазных систем массового обслуживания а также системы с обратной связью у нас подразделяются да на два таких класса это системы с мгновенной обратной связью и с отложенной обратной связи в системах с мгновенной обратной связью у нас не происходит никакой задержки между обслуживание первичным и повторным и соответственно заявка сразу приступает повторному обслуживанию данной работе у нас рассматривается двухфазная система с неограниченным числом обслуживающих устройств на каждой фазе и возможности повторного обслуживания на второй фазе значит на вход системы поступает маппоток заявок во время обслуживания заявок на первой фазе является случайной величиной которая задана функция распределения b1 от x после завершения обслуживания заявка с вероятностью r1 может обратиться к системе для повторного обслуживания и таким образом мы ее отправляем на вторую фазу где время обслуживания также случайная величина которая задана функция распределения b2 от x либо же после первичного обслуживания с вероятностью единичка минус r1 заявка может покинуть систему после завершения обслуживания на второй фазе заявка может также вернуться для повторного обслуживания с вероятностью r2 либо с вероятностью единичка минус r2 может покинуть систему понятно что обслуживание которое начинается после завершения обслуживания заявки на первой фазе мы тоже будем считаться повтор будем считать повторным и ставится задача исследования потока повторных обращений заявок системе то есть всех обращений заявок которые поступили на вторую фазу таким образом у нас в системе возникает дополнительный поток и этот поток мы будем называть р потоком для решения поставленной задачи мы будем исследовать о использовать метод марковского суммирования метод марковского суммирования был предложен предложен анатолий андреевич назаровым как раз для исследования дополнительных потоков возникающих в системах массового обслуживания суть данного метода состоит следующем событиями потока повторных обращений будут являться повторное обслуживание для каждой поступившей в систему заявки и их сумма для всех заявок входящего потока поступивших в систему но вот на рисунке представлена временная ось обозначен на ней нулевой момент времени скажем т нулевое равное нулю и зафиксируем некоторый произвольный момент времени т большое моменты поступления заявок в систему они у нас обозначены будут крестиками да а точки разных цветов это у нас будут это будет обозначать события потока повторных обращений то есть вот у нас заявка пришла в систему обслуживается в течение некоторого времени до функции распределения b1 от x и после этого вот например зеленым цветом обозначена заявка которая моменту времени c большое у нас покинула систему синим цветом например у нас обозначена заявка до который от моменту времени c большое скажем так породила в потоке повторного обслуживания вот два события и покинула систему а красным цветом у нас получается обозначены те события от заявки которая пришла тоже в некоторый момент времени систему и к моменту времени c большое она породила одно событие в потоке повторных обращений но момент времени c большое она еще остается в системе вот таким образом мы можем разделить все те заявки стему исходящего потока да на такие три типа которые поступили в систему от т нулевого до большого да мы предполагаем что в начальный момент времени у нас есть система вообще пуста то есть в ней нет обслуживаемых заявок и ведем следующее определение последовательность моментов наступления события в потоке повторных обращений формированных одной поступившей в систему заявки будем называть локальным r потоком и этот локальный r поток его предполагается исследовать отдельно то есть найти его корр ну характеристическую функцию в нашем случае для распределения числа событий в локальном А последовательность моментов наступления событий в потоке повторных обращений, формируемых всеми заявками входящего потока, мы будем называть суммарным R потоком или просто R потоком. Это тот поток, который мы должны исследовать и найти его распределение вероятности в конечном результате. Введем следующее обозначение. Обозначим M малое от T число событий потока повторных обращений, наступивших в интервале от 0 до T большое, сформированных всеми заявками входящего потока, которые поступили в систему на интервале от 0 до T малого. Также обозначим XIAT, это число событий в R потоке, сформированных одной заявкой, пришедшей в момент времени T малое за интервал от T малого до T большое. Вот процесс XIAT, он как раз и будет у нас характеризовать число событий в локальном R потоке. И G малое от IT, это вероятность того, что заявка, поступившая в систему в момент времени T малое, к моменту времени T большое сформирует в R потоке и событий. И вот преимущество метода марковского суммирования в чем заключается? У нас распределение вероятностей числа событий в локальном R потоке, оно будет зависеть только от времени, от времени обслуживания. И оно не зависит от входящего потока, поэтому найдя вот это распределение вероятности, мы можем в дальнейшем его использовать для исследования в системах подобного рода конфигурации, но уже для различных входящих потоков, что нами и было сделано. В частности, в этой исследовании представлено решение задачи при входящем MAP-потоке. Этапы реализации метода марковского суммирования, то есть как мы это все делаем. Значит, выбираем, в первую очередь мы выбираем характеристику дополнительного потока, в нашем случае мы будем говорить R поток, то есть IP, который вернулся в виде распределения вероятностей PMT, то есть числа событий M от T, наступивших в R потоке, сформированных всеми заявками в MAP-потоках, поступившими в систему на интервале от 0 до T малое, и составляем для него уравнение Калмогорова. Далее определяем распределение вероятностей G от IT, то есть для числа событий в локальном R потоке, сформированных к моменту времени T большое, заявки, поступившей в момент времени T малое. Ну, в частности, мы будем определять характеристическую функцию этого распределения, и решая уравнение Калмогорова, получаем искомое распределение, положив T малое, равное T большому. То есть это и будет у нас искомое распределение. Для нашей задачи мы составили дифференциальное уравнение Калмогорова для искомого распределения вероятности в виде 1, с начальными условиями, записанными на слайде. Параметр K – это значение управляющей цепи Маркова для входящего маппотока заявок. Далее введем характеристические функции вида 2, и систему дифференциальных уравнений Калмогорова мы, соответственно, можем переписать в виде 3. Значит, обращаю ваше внимание, что как раз в этом уравнении 3 присутствует характеристическая функция распределения вероятности числа событий в локальном R-потоке. И как раз используя проведенные нами ранее исследования, эта функция была найдена. Работа представлена вот в ссылочке, в которой выведена характеристическая функция для распределения числа событий в локальном аэропотоке. И имеет она вид 4. Приведена она на слайде и имеет вид 4. Мы, значит, систему уравнений вида 3 перепишем в виде матричного уравнения, введя вектор строку, обозначенную на слайде. И тогда систему уравнений 3 мы можем переписать в виде такого матричного дифференциального уравнения вида 5 с начальным условием 6. Уравнение 5 является системой дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Решение такой системы аналитически представляет собой весьма сложную задачу, пока мы еще не придумали, как ее решать. Вот, поэтому для решения поставленной задачи мы перейдем к методу асимптотического анализа и будем рассматривать систему при условии высокой интенсивности входящего потока. В этом случае метод асимптотического анализа тоже уже неоднократно докладывался моими коллегами из университета. В результате моего исследования была сформулирована и доказана теорема 1, которая гласит о том, что асимптотическая характеристическая функция распределения числа событий в потоке повторных обращений при условии высокой интенсивности входящего матр потока имеет вид 7. Значит, все компоненты, которые входят в данное выражение, представлены на слайде. И в результате, анализируя вид этой характеристической функции, было сформулировано следующее следствие. Асимптотическая характеристическая функция распределения вероятностей совпадает с характеристической функцией нормального распределения. С математическим ожиданием и дисперсией записаны на слайде. Все компоненты у нас тоже выражены точными формулами и есть возможность их посчитать. Численный анализ по данному исследованию на момент написания работы нами не был еще завершен, то есть у нас еще готовилась программа. Но на данный момент результаты оформляются, но, к сожалению, я их пока не представлю вам в докладе, потому что их, собственно, нет в работе. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Вопрос. Мария, у меня небольшое уточнение. Вначале вы на рисунке, где входящий МАП-поток, там три матрицы написаны. А, да, но это… Можете мне объяснить значение. Смотрите, у нас МАП-поток, там способы задания МАП-потока, они стандартные, ну, как правило, их два у нас таких способа. Вот, и, значит, матрица Q – это матрица инфиницизимальных характеристик управляющей цепи Маркова, которая принимает значение, управляющей цепи Маркова КАТ, которая принимает значение от единицы до К большого. Матрица Лямбда – это матрица, состоящая из значений интенсивности, с которой наступают события в потоке в тот момент, в тот период, когда у него, значит, когда значение управляющейся цепи Маркова равно К малое, да, то есть, и матрица D, она состоит из элементов, из элементов, которые характеризуют вероятность… То есть, одна матрица связана просто с переходами без поступлений, другая – переходы без поступлений. Да, 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 да. Лямбда плюс D равно Q, правильно? Да, 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 все, я только вот это хотел. И такой небольшой вопрос, там где-то написано «высокая интенсивность матпотока», то есть, имеется в виду высокая средняя интенсивность поступления? Да, то есть, смотрите, сейчас я вот, значит, вот она средняя интенсивность поступления, и мы вводим некоторые параметры высокой интенсивности, да, и, соответственно, маппоток у нас тогда матрицы входящего маппотока, они будут немножко изменены, то есть, у нас получается NQ и NЛЯНДА. А вот можно узнать, если мы зафиксируем среднюю интенсивность поступления, зафиксируем коэффициент вариации длин интервалов мета-момента и поступления, но параметры потока будем так менять, что у нас будет очень сильно изменяться коэффициент корреляции. Вот как-то это будет влиять на поведение системы и на качество асимптотического приближения. Так, еще разок. Мы фиксируем лямду, мы фиксируем коэффициент вариации, но мы меняем параметры матриц, маппотока, таким образом, что у нас получается разная корреляция. Можно уточнить, Дмитрий, вот вы сказали, тут Машу немножко в ступор спал, вы говорите лямбду зафиксировали, да? Нет, лямбду маленькую, среднюю зафиксировали. Да, среднюю зафиксировали. Среднюю зафиксировали, зафиксировали коэффициент вариации, и коэффициент корреляции, он зависит от коэффициента вариации и от таких вот матриц. Вы можете матрицы менять по-разному, но у вас будет одинаковая лямбда маленькая и одинаковый коэффициент вариации. Вот у меня вопрос, если так подбирать параметры, что у вас вот эти средние значения будут одинаковые, но корреляция сильно различаться, будет ли это как-то влиять на качество асимптотического вот этого приближения? Потому что в реальной ситуации получается так, что только чистая одна корреляция может очень сильно влиять на среднее число заявок в системе, на какие-то другие параметры производительности. Так, Моисеев, автор. Я могу сказать от авторов, большое спасибо за вопрос. Мы, наверное, обязательно должны это попробовать исследовать, но мы не пробовали. Ну хорошо, это просто интересно, потому что я использовал эти мапы, и удивительным образом при фиксации средних значений, если только корреляция меняется, значительные расхождения получаются в результатах. То есть использование, это, во-первых, оправдывает вообще использование маппотоков как таковых, а с другой стороны дает еще возможность в новом направлении двигаться. Да, хорошо, спасибо. Надо попробовать обязательно, посмотреть, что получается. Спасибо за доклад, очень интересно. Так, ну еще вопросы еще есть. Спасибо за доклад. Давайте переходим к следующему. Спасибо. Да, значит, приглашается докладчик с докладом «Определение показателей долговечности распределенной коммуникационной сети метеостанции с минимальной конфигурацией». А кто будет докладывать? Ну вот, Головинов, Амениев, Козырев. Козырев болеет. Так, Кулыгин. Есть кто-то из докладчиков? Я, честно говоря, не вижу по аватаркам. Да, Кулыгин здесь на месте. А у нас вообще с Дмитрием Амениевым пополам должно быть половину доклада он, половину доклада я. Сейчас я буквально полминуты спрошу, как у него, возможно, технические какие-то требования, технические сложности возникли. Сейчас уточню и выйду на связь. Спасибо. Ну, может быть, мы следующего докладчика послушаем, там, коллеги. Ну, или давайте подождем сейчас Владимира. Светлана Петровна, можно пока тут у нас небольшой промежуток? Я просто хотел сказать, что у вас очень интересные доклады. Я с большим интересом всегда слушаю, опять же, Томскую школу. И асимптотический анализ, конечно, у вас приоритет в ТМО, вне всяких сомнений. Мы всячески идем в фарватере вашем, пытаемся адаптировать методы по разным направлениям. Но у нас, вот видите, немножко как бы получается асимптотические методы в дифференциальных уравнениях, которые описывают. Это тоже интересно. Сергей Анатольевич, мы вас с удовольствием приглашаем на наш семинар, семинар Анатолия Андреевича. Он у нас идет в среду в 12.35. Но по вашему времени это получается в полдевятого. С вашими учениками в онлайне. Мы пока сейчас все в онлайне сидим, поэтому приглашаем послушать и наши работы, и ваших ребят. Ну, там у нас очень свободная, неограниченная по времени форма общения. Ну, вот основная проблема. Да, у меня тут немножко слетает интернет. Дмитрий, у меня следующий доклад по определению долговечности распределенной телекоммуникационной сети метеостанций. Меня слышно? Да-да, Дмитрий, слышно. Давайте перехватывайте экран. А звук тоже будет у меня перехватен тогда? Ну да, звук он автоматом. Если вы включили микрофончик, у вас слышно. Давайте вот там, знаете, когда, как перехватить экран? Сверху, справа есть кнопка возле «выйти». Вот уже перехватил, наверное, меня будет сейчас видно, да? Пока нет, сейчас ждем, ждем. Не видно экрана-то? А, вот сейчас, сейчас, сейчас. Все, наверное, сейчас видно будет. Пока нет, ждем. О! Да, все. Экран виден. Хорошо, тогда запускаем. Разворачивайте, разворачивайте презентацию. Разворачиваю, да? На всю? Вот так вот. Так, пока не развернулось. Давайте там F5 нажимаете, наверное, да? Да. Вот, теперь все нормально. Давайте вам слово. Дмитрий, вы начали. Просто тут идет какой-то фон. Нет, я просто доклад делаю. Вот я рассказываю уже об этом. Так, ну вот, вас, давайте вот. Слышно было или нет? Вот сейчас вас слышно, но до этого почему-то слышно не было. Давайте вот презентацию раскрывайте и начинайте, да, если готовы. Хорошо, да. Сейчас. Ну, тема доклада – определение долговечности распределенной коммуникационной сети метеостанций. Делали вместе три, так сказать, организации. Это не гидротехники метеостанции, в котором эти метеостанции разрабатываются. И ПУРАН, который как раз занимается теорией сетей и теорией коммуникационного оборудования. И Высшая школа экономики, где разрабатывается теория долговечности. Рассказывать будем я и Владимир Кулыгин. Владимир Кулыгин – специалист по долговечности. Презентация на английском. В тренде цифровизации сельского хозяйства одной из задач является оснащение полей сельскохозяйственного назначения средствами мониторинга агрометеопараметров, причем автоматическими средствами. Метеостанции являются средствами для регистрации таких агрометеопараметров, как температура, влажность приземного слоя атмосферы, осадков, температуры и влажности почвы на различных глубинах. По этим данным определяется поливная норма – качество и однородность сельскохозяйственных культур, урожайность и эффективность хозяйства в целом. Поэтому к этим метеостанциям предъявляются жесткие требования по надежности и долговечности, чтобы они долго эксплуатировались. Вообще использование сетей метеостанции началось еще с 80-х годов и постоянно развивается с развитием автономного питания и компьютерной связи. Модель надежности и оценку комплектов запасных частей для этих метеостанций, для сетей метеостанций, были исследованы в наших прошлых работах, публикованных в DCCN, нашей конференции. Для полноты определения надежности как показателя качества необходимо создать модель комплексного коэффициента нагрузки и ресурса, чтобы оценить ее долговечность. Поскольку проблем определенной системы метеостанций недостаточно разработана в теории, то актуальной является задача разработки новых методов, моделей, алгоритмов, концепций и методик. Расположенная на землях сельскохозяйственного назначения сеть метеостанций состоит из аппаратуры необслуживаемых метеостанций самих, каналов связи и точек доступа к сети мобильной связи и интернету или Wi-Fi. Причем метеостанции могут быть удалены от них на расстоянии нескольких или нескольких десятков километров. С точки зрения структуры аппаратуры, метеостанция состоит из микроконтроллера, это ядро метеостанции, аппаратура метеостанции, которая принимает и обрабатывает данные о датчиках метеопараметров и GPS-приемника. Управляет передачей данных по GSM-модуму и модулю Wi-Fi. И телеметрия и данные местоположения передаются в сеть интернет на мониторинговый сервер для дальнейшей обработки, анализа и представления данных операторов. Мониторинговый сервер. И здесь видно, что метеостанции, они объединяются в такую сеть, АВСН-творк. Можно при этом в любой момент времени считывать параметры с любой метеостанции и определять ее местоположение. Здесь ниже представлены фотографии аппаратных частей, того же модема, GSM-модема, Wi-Fi-модуля, GPS-приемника, датчиков, источник питания и прочее. Дальше слайд расскажет Владимир Кулыгин. Владимир? При ресурсных испытаниях коэффициент ускорения рассчитывается аналогично коэффициенту для эксплуатационной интенсивности отказов. Для оценки ресурсоэлементов в зависимости от режима применения мы можем использовать модель оценки коэффициента из моделей по надежности. Модель оценки коэффициента нагрузки можно представить в виде соотношения коэффициентов в предельно допустимом режиме и в режиме применения. При этом коэффициенты модели эксплуатационной интенсивности отказов элементов можно разделить на две группы, где одна зависит от условий применения, а другая остается постоянной и зависит исключительно от типа номинала элемента. Для оценки показателей долговечества метеостанции был разработан метод, показанный на слайде. В соответствии с методом сначала выполняется формирование исходных данных на элементы, типе номинала элемента, режима его применения, рабочая температура элемента, мощность и другие. И условия эксплуатации, группа аппаратуры. На основе этих данных рассчитывается значение комплексного коэффициента для каждого из отрезков модели эксплуатации для всех элементов. Далее на основе модели эксплуатации элементов и рассчитанных значений комплексного коэффициента нагрузки для каждого из режимов рассчитывается значение гамма-процентного ресурса элементов в циклическом режиме. Исходя из критерия предельного состояния, указыванного в технических заданиях на метеостанцию и полученных данных о гамма-процентных ресурсах элементов, определяется значение гамма-процентного ресурса метеостанции. И на его основе рассчитываются прочие необходимые показатели долговечности, которые были заданы в требованиях технического задания. Дмитрий, следующий слайд, пожалуйста. Дмитрий, следующий слайд. Исходными для методики являются данные о климатической зоне, температурном градиенте региона и периодом активной эксплуатации комплекса, дата посева, дата уборки предполагаемых культур. В блоке А1 проводится формирование модели эксплуатации комплекса, перечных сжимов и условий эксплуатации элементов. Для расчета показателей долговечности элементов метеостанции в блоке А2 необходимы математические модели комплексного коэффициента нагрузки и ресурсы элемента, данные по составу аппаратуры. Все метеостанции, а также требования к долговечности комплекса. Полученные показатели анализируются в блоке А3, формируется перечень критических элементов, на основе которого в блоке А5 вырабатываются рекомендации по обеспечению заданной долговечности комплекса. В случае успешного выполнения всех операций на выходе выпускается отчет по расчету долговечности, рекомендации по ротации элементов комплекса. Согласно алгоритму сначала проводится анализ технического задания на комплекс, минимального требуемого срока службы, условия эксплуатации, формируется модель эксплуатации, далее проводится последовательный анализ каждого из узлов комплекса в режимах работы и хранения. Проводится оценка ресурса каждого из составных частей метеостанции в режиме работы и хранения с учетом модели эксплуатации и условий применения. Для элементов, внесенных в список приоритетов замены, для которых срок службы истекает в соответствии с территориальным распределением узла комплекса и данными по времени замены, оценивается время восстановления элемента. В случае, если время восстановления меньше допустимого, элемент находится в списке приоритетов замены второй или третьей очереди, он вносится в список замены по достижению предельного состояния, элементы из списков приоритетов замены первой очереди, элементы время восстановления которых больше допустимого, вносятся в список замены во время планового ежегодного обслуживания комплекса. На основе сформированных списков формируется перечень элементов с оканчивающимися ресурсами по годам эксплуатации и списки наиболее уязвимых элементов, на основе которых для каждого года вырабатываются рекомендации по проведению ротации элементов с узла на узлы, отказ которых не приведет к отключению группы подключенных к нему узлов. Следующий слайд, пожалуйста. Дмитрий, следующий слайд. Градиент температур приведен на графике. При этом в летние месяцы, в солнечные дни, а их порядка 35%, температура может достигать 35 градусов выше, а в зимние месяцы опускаться до минус 45. При этом метеостанция находится в режиме работы 7 месяцев и 5 месяцев в режиме хранения. Для упрощения расчетов температуры окружающей среды были усреднены по сезонам и приводятся в таблицы на свайде. В таких условиях наиболее уязвимыми становятся интегральные микросхемы, на базе которых построены основные блоки метеостанции при воздействии высоких температур и аккумуляторные батареи при воздействии низких температур. Для оценки ресурса используется математическая модель, которая приводилась в методе частный вид, который в соответствии с делением на сезоны представлен на свайде. Также в соответствии с методом была произведена оценка коэффициентов интенсивности эксплуатации для микросхем и аккумуляторных батарей, как самых уязвимых частей. В результате, результаты расчета также приведены на свайде. В соответствии с расчетами, срок службы интегральных микросхем составляет примерно 11 лет, что перекрывает требования к сроку службы всей метеостанции в 10 лет и не требует никаких дальнейших действий. При этом наиболее критичным элементом системы является в условиях эксплуатации вне помещений аккумуляторные батареи. Сроки хранения аккумуляторных батарей в соответствии с условиями снижается в 2,86 раза относительно хранения в отапливаемом помещении, что в общей сумме снизит срок службы аккумуляторов на 16 месяцев. Отсюда целесообразно дать рекомендацию разокомплектовывать метеостанцию аккумуляторными батареями с последующей переноской их в отапливаемые помещения на период простоя. Таким образом срок эксплуатации метеостанции обеспечивается в течение 10 лет с учетом однократной замены аккумуляторных батарей по истечению 5 лет эксплуатации и замены датчиков каждые 2 года, поскольку на них приведен в технических условиях ресурс в течение 2 лет. Я закончил. Выводы докладывает Дмитрий. Спасибо большое за такой интересный доклад. Есть ли вопросы к докладчикам? Вопросы, возможно, есть, потому что доклад, конечно, интересный, содержательный и, видимо, очень полезный. Но в докладе прозвучало несколько слов, которые не очень понятны с точки зрения точности и математики. Вот как измеряется долговечность, что такое предельное состояние. Видимо, это где-то все содержится, но, наверное, нужно более подробное ознакомление. И было бы интересно послушать подробный рассказ про такую работу, скажем, на нашем семинаре, Сергей Васильевич. Ну, я, насколько понимаю, глобальный вопрос по поводу модели, ну, в смысле, что интересны именно подробности, допустим, то же самое предельное состояние или оценка параметров модели. Ну, вот какие-то такие, чем измеряется долговечность, потому что это такое абстрактное пока понятие. Это что, среднее значение времени безотказной работы или что-то другое? Позвольте, я отвечу на этот вопрос. Да, пожалуйста. Ну, в соответствии с определениями, показателем долговечности является ресурс и срок службы. Оба этих показателя измеряются в часах. А вообще, для чего нужна долговечность? Вот на этом графике как раз в методе в середине приведена картинка такая, немножко напоминающую ванну, если утрированно так сказать. Суть этой картинки заключается в том, что долговечность считается для того, чтобы узнать период времени, в течение которого вероятность безотказной работы, которая была посчитана методами для расчета вероятности безотказной работы, является актуальной. Конкретнее про эту картинку, у него есть три участка. Первый – это участок приработки, это когда элемент только-только вошел в эксплуатацию, это, как правило, на заводе-изготовителе происходит его приработка, когда какие-то дефекты изготовления, как правило, выявляются и дефектные элементы отказывают. Дальше идет ровный участок, на котором… Ну, в англоязычной литературе это называется hazard rate function, это вообще-то понятная характеристика. Вот как из нее вытекает то, что вы называете долговечностью? Да, то есть в англоязычной литературе вообще про долговечность не очень много написано, они мало их считают, но по нашим российским ГОСТам оно требуется. И, соответственно, опять же, то говорю про долговечность. То есть у нас есть период приработки, есть период эксплуатации, когда вероятность безотказной работы мы считаем правильно, посчитанной. И дальше есть вот эта правая часть. Это период, когда вероятность безотказной работы, не контролируемая, точнее, не подчиняясь расчетным математическим моделям, возрастает. И считается то, что нельзя использовать на периоде правой и третьей графика, мы вероятность безотказной работы уже использовать не можем. И предельное состояние – это как раз достижение вот этого уровня, когда вероятность безотказной работы уже учитывать нецелесообразной. И отказ может произойти с большей вероятностью, чем мы посчитали. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас уйдем далеко в этой дискуссии. Я думаю, что мы ее где-нибудь в другом месте продолжим. Я отдаю слово председателю для продолжения. Да, Владимир Васильевич, я просто рассказываю, я 10 лет проработал в компании, которая занималась анализом фасадных систем всяких разных, в том числе и стеклопакетов. То есть там та же самая история, то есть были какие-то рекомендации от производителей, что есть период эксплуатации, есть межремонтные сроки. Но через какой-то период систему надо, грубо говоря, менять, потому что вероятность того, что она выйдет из строя, становится критически большой, и ее же небезопасно использовать. Так, ну давайте... Спасибо. Можем ли мы поподробнее обсуждать эти вопросы у нас на семинаре? Ну, я вот могу рассказать о своем опыте, ну, надеюсь, что я дойду до вашего семинара. Это очень интересный вопрос и очень, скажем так, с экономикой очень сильно завязан, потому что вы понимаете, что это деньги, да? Понимаю, конечно, да, спасибо, но не будем отрывать сейчас время конференции. Я думаю, что мы с вами это обсудим как-нибудь в кулуарном порядке. Спасибо. Спасибо. Okay. I think that there is a next step. I would like to present the next talk, software packages for teaching querying theory. It's there, the speaker here. Yes, but I asked the organizers to put me to the presenters, because at this moment I am just an attendee, and I cannot share my slides. But you get it. Okay, no, I have it. I have. Okay. 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 Let's start. So, it is very unpleasant to be the last speaker of the whole conference, but just be patient for 15 minutes, not more. It is not so science, it's about teaching. It's about teaching, and maybe that will be the last talk. So, yeah, I am sure that many of the participants and of this session teaching queuing theory. My experience that teaching earlier, it was much easier because we taught queuing theory for mathematicians. But due to the Bologna process, it is not belongs to the curriculum of the mathematicians, but it belongs to the curriculum of computer science and computer science engineering students. And their mathematical background, I would say it is quite weak. So, earlier we proved theorems, I could give homework and some of them solve the problem, but nowadays it is just a wish. So, if I give the lecture, of course, I show some proofs, but it is mainly of solving problems. And how can we solve the problems? By the help of different packages, software packages. So, that is the aim of this presentation, that I show you some software packages, but mainly, how to say, not advertise, but draw your attention. Our latest development, it is a queuing theory assistance, and we used it, and we introduced this package only in this year, in February. And I will show you how many users were of this queuing package. This package was developed by my masters students, Zoltán Szilágyi and Csanát Kölcsei. They are both programmers and they are working in abroad. They are talented students, my former students, and they developed the software. I just gave you, gave them the hints, and I checked, because exactly they didn't know what is the software about. They just wrote the program, and they have no idea what is behind. So, let's see the outline of my presentation. Software supported solutions, I will show you some links, spreadsheets, also some links, and the main, how to say, attention should be drawn to the queuing system assistance, that is the software. And I will show you online how this software works. It is just to be sure that mainly some of the attendees doesn't know the Candace notation, but I am sure they know. So, this is the distribution of the arrival process or the source time, service time, number of servers, capacity, source, number of sources, and Z is the service discipline. Of course, the aim of these to create or model any problem, to get the so-called performance measures, utilization, mean number of customers in the system or the queue, mean response time, waiting time. These are quite easy, quite easy, but the next one distribution of the response time, waiting time, distribution of the busy period, distribution of number of customers served during a busy period, and in the case of retrial queuing system, distribution of the number of retrials until the service completion. These are really complicated. Of course, these software packages cannot give the solution for this, the last three, because it is over. So, first I would like to draw your attention to the so-called tool supported modeling. There are different universities at the different universities, each created their tools. You can see it is just a few ones. One, we used the tools of University of Erlangen, that is the Mosel, and nowadays we use the University of Oxford, that is please probabilistic model checking, this one. I just would like to draw your attention. It is more advanced. I don't recommend it to the bachelor science students because it is above their knowledge. What we know, what we know, how can we use different software packages? We can visit the homepage of this. Link us homepage in which there are different softwares. I don't want to rob the time. I just show you. I would click it and you can see it. So, the next step is, the next step is, here you can choose any, there are a lot of, there is a list. What we used before, that is a Queuing Theory Software Plus, and it is an appendix of the shorter book. Here, the main aim of my presentation, to introduce you, the Queuing System Assistance, which was developed, as I mentioned, and was, how it is opened or offered for use only in this February. This, this package is embedded, is embedded to my lecture note, which is, and I teach, uh, a Queuing Theory, not only for the Hungarians, but the foreigners. We have about, uh, on this, on this, uh, this topic about 30 foreign students from different countries. Uh, uh, at the same time I collected, I collected, uh, many problems from different books. And it is not only problems, but with solutions. So, if we have this lecture note. At the end of each system, there is a link to this Queuing System Assistance and, uh, and, uh, in the lecture note, there are the proofs of the formulas. But the students are quite lazy. They don't want to calculate by hand. They don't want to calculate by hand. If we have a MM1 Queuing System and the Gamma Lambda and Mu is given. What is the mean waiting time? What is the mean response time? What is the mean response time? What is the utilization? They are lazy. That's why we developed the software. And to use this software, I realized that I am eager to know the performance measures. Now, let's see. Let's introduce. I hope you can see it. Jimma, can you see it? Yes, 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 I see. Yes, so that is, that is the, uh, the opening page of this Queuing System Assistance. So we can, I show you the opportunities or the possibilities or options. We have two parts. The first part I will show you, uh, just a little bit later. It is the calculation, the system performance measure, just calculations. There is no any function. We cannot see what is the effect of the arrival rate in a system, or what is the effect of the service rate? What is the effect of the number of servers? It is just calculation. If we give the lambda, mu, service discipline, distribution, number of server, it calculates the mean performance measures. A more interesting one. I will spend some time to this. Visualization of the system characteristics. That is the main advantage. That is the main advantage. Here, so let's see step by step. What can we do? As a mainly, it is not advertisement, but just tell to my experience. This software can be used or performed not only laptop or desk, but also in mobile phones. And it is very popular with the students because they don't want to carry the laptops. They have only a phone and they think that in the phone everything is given. And if they lose or there is a, how to say, there is no energy or power in their phone, they are, they don't know what to do. So calculation that system performance measures. Let's see. Let's see. We have to select a system. You see, you can see here that we follow the candle's notations. MM1, MM1 with bulking, preemptive priority, non-preemptive, and then we have two servers. That is the finite capacity. That is the infinite capacity. That is the R-long, the R-long system. The next one here, the next one is, of course, the MMC. Here we can play with the C number of servers, finite capacity. Multiple servers, finite capacity, but with bulking, reneging, bulking and reneging, and then MG1 in general, in general. But we have, in this case, we can calculate only the mean and variances as usual. But if we have, for the service time, we have hypo with two phases, or hyper with three phases, with gamma, or deterministic, and we can calculate everything. No, let's turn to the finite, finite source system. In the case of finite source system, we can calculate not only the mean, but the distribution function of the waiting time, distribution function of the response time. It is the same for multiple servers. It is the same for multiple servers. Also, it can be calculated. So, it is the generalization of this, the finite source, and it is the most, it is the most general one, finite source, multiple servers, finite capacity, but in that case, we cannot calculate the distribution function of the response time. So, again, multiple servers, multiple servers, multiple servers, finite capacity, and so on, and so on. You can see here, there are the most, most well-known, most well-known viewing system. Let's see, just for illustration, the easiest one, the others work similarly. We have to give here, 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 I should move this. You see, that is the MM1. We have to give the parameters. Let's see, that I give just for illustration. I give one, and I give two. Of course, it is the theory that, that the lambda should be less than mu because of the, it is for the cost function. I have no time to introduce everything, but we can calculate the cost over the unit time long run, but the unit time, the cost, and we have different, as I created such a system which can be as general. Of course, it is for teaching for bachelors and masters. It is not researchers, not researchers. And here, non-equivalent parameters means that is the number of customers in the system, and we can calculate the distribution. The T, the T, the T, it is the variable for the response time and waiting time, and it is R, it is the quantile. Now let's see, I don't, I don't give here. No, let's see, I give one. It is just for illustration. Now let's calculate. 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 These are the performance measures. You see the row. Row, and here we have the notation, and here, here, that is, what is the notation for? You see, that is, everything is calculable, and the student will use it. They are very lazy. They don't calculate anything. Now let's see here. Here we introduced, that is the FIFO. That is the FIFO. Just to see the effect of the service discipline, we can see the variance of the response time. It is for FIFO. It is for the last compressor, and it is for the SIRO. Service in random order. And the theory proved that the variance for the FIFO is the smallest. The next one is the random, and last compressor, that is the worst. And here it is calculated. So not only the variance, the conditional expectation, conditional variance. for the Q length. It is for the distribution. That is also, we can calculate the, let's say, the complementary terms, conditional expectation for the Q length, conditional variance for the Q length, that is the complementary of the probability. No, you should know that in this case that T was one. T was, we gave the T as one. That is the distribution function. Of course, there is some should be one. It is the percentages. So everything is given. And what is more interesting, that is the mean number of customers served during a busy cycle. variance the customers served in a busy cycle. That probability, no, the n is no, is zero. Of course, because the busy cycle means busy, that means at least one customer should serve during a busy cycle. But no, since n equals zero, it should be zero. That is the mean busy cycle variance. And it is the total cost. But in this case, it is a zero since the costs were zero. Similarly, we could do with the other systems exactly the same way. Now, I would like to give your attention to the other part. Let's go to home. And now let's go to the visualization part. It is more interesting. We have to choose. We have to choose a system. Just for illustration, again, the MM1. And for the MM1, here we can choose what is the x-axis. The x-axis could be arrival rate, service rate, number of customers, the time for that, and this customer. Now, these are the running parameter and the index running parameter. Now, let's see, I choose lambda. I choose lambda. And the MM1 choose lambda. Now, let's start from 0.1 and let's say till 0.9. And here I can give you the steps. Now, let's say 0.1. That is, that's, that's immense. And we can, we can see the grids or we don't see the grids. We can, we can switch on. Of course, mu, mu is always greater than the, the latest lambda. That's why I give, let's say, just illustration too. And I don't need cost parameter, not, no, let's calculate. What can we see? You see, these are the illustrations. Lambda is the running parameter, in the running parameter. And here we can see what we are interested in. You see, this is the green, it is the utilization. It, of course, row, it should be the same. Variance, you cannot, you see here, there are four. But since utilization is the row, and in the case of MM1 equals, you cannot see that. If you are interested, not this, but another one. For example, the mean queue length, just open it. Or, or if you are interested in the mean response time, and the mean waiting time, we just click it. And then you can, how to say, ask the students, why these two curves are parallel. And they should know the difference between the T and W is the mean service time, that they are parallel, and so on and so on. You see? Any. If I am not interested, let's go what else. Here. Here I switched. And it is the waiting time. It is increasing. Because it is the complementary. You see, that is the complementary. I don't want to, how to say, waste your time. I hope you are interested in. And it is very, very useful in teaching. It is my experience. It is not only my experience, but here I will show you some statistics. Here I can continue. I can see how many users. So here we can see that in the last week. In the last week, 504 users. But now I should see the total. Let's see weeks ago. Let's see 35 years ago. Update. You see it was in beginning. It is February. But you show it is February. And these large users. It is due to of my lectures. Because we use in the lectures and we use the seminars. The latest one here. That is the beginning of the summer vacation. Summer vacation. And then that is some slow usages. And notice we are over 20,000. And if we are interested in, in which countries it used. For example, in Russia. In Russia we have almost 400. So, dear colleagues. I just encourage you. To use this software. And you will realize. That is very useful for the student. And they will like it. And that is my end. Of my presentation. Hopefully you will. You will use this software. Now I switch. I close this. And I switch. Here. And it is. It is the link. What is important. OK. Thank you for your presentation. Is. The equation. OK. Thank you for your presentation. OK. OK. I think that. The last of the pudding. Is the eating. Very interesting. Very interesting. Presentation. Thank you very much. I think that. our plan is over and we finish our section dear colleagues i wish good health everybody goodbye thank you thank you very much thank you very much hello i cannot hear you you are muted you are muted agassi thank you okay thank you thank you okay thank you i hope i hope you will use you will recommend your colleagues of course views because really really do it the the students really like it they like the phone and they always push 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 and they are playing and when they are playing they they knew something they learned something it seems very useful we will use in teaching teaching courses then our university will open just now we are closing oh but it is online everything is online online thank you sir thank you thank you thank you very much thank you thank you see you okay alexander hello sasha i see you sasha so so we finish our section yes see you thank you see you okay